Более двух тысяч пользователей присоединились к онлайн-трансляции с главным эпидемиологом Республики. Вопросов сотни самый актуальный. Носить или не носить маски? Носить, но только если вы больны. Другой вопрос, где их найти? Реальный дефицит масок есть. Над этим работают определенные государственные органы и структуры. Я знаю, что есть определенные подвижки. Ну и в качестве мер профилактики, конечно, я могу посоветоваться только в настоящий момент шить маски из подвижных средств. Большинство родителей беспокоит вопрос с детскими садами. Они, в отличие от школ и вузов, до сих пор работают. Комнаты обрабатывают хлоркой, а для мытья рук выдали хозяйственное мыло. Оправданы ли такие меры? Тщательная обработка, ну это одно из основных мероприятий. В детских дошкольных учреждениях, в школах используются те средства, которые разрешены для применения. Здесь не принципиально такое мыло. То есть самое главное, это частое мытье рук. Еще один актуальный вопрос. Почему на карантин отправляют не всех прибывших через авиа и ЖД-транспорт? В настоящее время на самоизоляцию направляются все прибывающие из зарубежных стран на 14 дней, вне зависимости от того, прибыли они ли авиатранспортом, ЖД-транспортом, автомобильным транспортом. Здесь все зависит от сознательности самих граждан, говорит эпидемиолог. А вот если на ближайшее время запланирована свадьба на 50 человек, и от нее тоже стоит отказаться? С учетом такой вот ситуации, но все-таки я бы рекомендовал отменить. Я думаю, что у нас все люди сознательные, даже несмотря на то, что такое знаковое мероприятие. У всех ли больных с пневмонией берут анализ на коронавирус? Анализы на ковид берутся у всех заболевших вне больничными пневмониями. То есть тем самым в каждом случае он подвергается обследованию. А чем лечить коронавирус? Можно ли купить лекарства в аптеке? Есть ряд препаратов, которые рекомендованы для лечения. Но опять-таки умышленные препараты я не буду называть, опасаясь тем, что ряд граждан пойдут в аптеки, купят эти препараты, будут заниматься самолечением. Когда ждать пика заболеваемости коронавируса? Выходная неделя предстоит нам. То есть это одно из реальных мероприятий, которое может снизить интенсивность распространения. То есть главная наша задача растянуть этот пик во времени. Зарин Ахмед, Валмазь Единов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.